ТАГ КВЕСТЧЕНС Разделительные вопросы Разделительный вопрос или по-другому ТАГ КВЕСТЧЕН один из основных пяти типов вопросов английской грамматики. По сути, этот тип является разновидностью общих вопросов. И как вы уже, наверное, поняли, общие вопросы – это база, без которой никак не обойтись. Как задать общий вопрос в Present Simple и в Past Simple, мы с вами уже разбирали. Смотрите видео по подсказкам. А сегодня мы постараемся разобрать, что же такое ТАГ КВЕСТЧЕН. И самое главное – научимся правильно задавать такой тип вопросов. Итак, начнем. Что такое разделительные вопросы, то есть ТАГ КВЕСТЧЕН, и для чего они нужны? Разделительные вопросы – это вопросы, которые используются для выражения сомнений, удивлений и требуют подтверждения или опровержения сказанных. Задавая разделительные вопросы в английском языке, говорящий не стремится получить дополнительную информацию, а просто ищет согласие или несогласие со сказанным. Разделительные вопросы, или ТАГ КВЕСТЧЕН получили свои названия благодаря тому, что они всегда разделены запятой на две части. Первая часть всегда состоит из повествовательного предложения, а вторая представляет собой краткий общий вопрос – ТАГ. ХВОСТИК Вопрос «ХВОСТИК» в конце предложения или ТАГ на русский язык переводится по-разному. Не так ли? Не правда ли? Да? Хорошо? То есть в русском языке такой тип вопросов тоже существует. Мы используем похожие вопросы, но намного реже. Англичане же такой тип вопросов используют постоянно. То есть данный тип вопросов очень распространен. И уметь задавать такой тип вопросов просто необходимым. Итак, как же правильно образовать разделительный вопрос? Как мы уже знаем, разделительный вопрос состоит из двух частей. Для того, чтобы сформулировать разделительный вопрос, для начала необходимо составить просто повествовательное предложение в утвердительной или отрицательной форме. А затем поставить запятую и добавить краткий общий вопрос. То есть ТАГ. Запомните основные правила разделительных вопросов. Если первая часть вопроса утвердительная, то ТАГ отрицательная. И наоборот. Если первая часть вопроса отрицательная, то ТАГ у нас будет положительным. Рассмотрим пример. Давайте подробнее посмотрим, из чего состоит сам этот хвостик ТАГ. ТАГ состоит из вспомогательного или модального глагола из первой части предложения и личного местоимения. Все довольно-таки просто. Основная сложность разделительных вопросов заключается именно в правильном составлении этого маленького хвостика. ТАГ. Чтобы не запутаться, разберем несколько нехитрых правил. Если в первой части предложения есть глаголы TO BE, то есть его формы IS, AM, A, WAS, WERE, или TO HAVE, или его формы HAS, HAD, глагол WILL, SHELL, CAN, COULD, WOULD, MUST, то во второй части предложения используется тот же глагол. Например, экзампл. Если в первой части предложения нет ни вспомогательных, ни модальных глаголов, то есть тех, которые были перечислены ранее, то в хвостике будет использоваться вспомогательный глагол DO. Если основной глагол в первой части предложения стоит во времени present simple, то глагол DO в хвостике будет иметь форму DO, DON'T, или DOES, DOESN'T. Если основной глагол стоит в past simple, то в хвостике будет DID или DIDN'T. Посмотрите пример. Следующая таблица поможет разобраться более конкретно, как правильно задать TAG QUESTION. И какие же правила без исключения? Если в первой части предложения в качестве подлежащего и сказуемого выступает I AM, то хвостик будет выглядеть так. Aren't I? Как бы странно это ни казалось. Например, I'm right, aren't I? Я прав, не так ли? I am playing well, aren't I? Я хорошо играю, правда? Второе исключение. Если глагол TO HAVE имеет идиоматическое значение, то есть входит в устойчивое словосочетание, то в хвостике будет использоваться вспомогательный глагол DO. Рассмотрим пример. My parents have dinner in the cafe. Don't they? Выражение TO HAVE DINNER – обедать – имеет переносное, то есть идиоматическое значение. Третий особый случай. Хвостики к разделительным вопросам с побудительной окраской особые. Запомните эти случаи. Первый. Разделительный вопрос, выражающий просьбы, приказ, распоряжений, может иметь любой из следующих хвостиков. Will you? Want you? Can't you? Can you? Could you? И так далее. Пример. Please open the window. Will you? Открой, пожалуйста, окно. Хорошо? Speak Russian. Can you? Говори по-русски. Хорошо? Второй. Разделительный вопрос, призывающий не делать что-либо, имеет хвостик. Will you? Don't go there. Will you? Не ходи туда. Хорошо? Третий. Разделительный вопрос, который начинается с let's, имеет хвостик. Shall we? Let's have breakfast. Shall we? Давайте позавтракаем. Хорошо? И четвертый. Разделительный вопрос, который начинается с let me or let him, имеет хвостик. Will you? Или want you? Let him have a rest. Will you? Want you? Дайте ему отдохнуть. Хорошо? Ловушки для невнимателя. Это следует очень внимательно послушать и запомнить. В английском языке не бывает двух отрицаний в одном предложении. Чтобы не попасть в ловушку, нужно помнить. Что если в первой части разделительного вопроса встречаются слова с отрицательным значением? Non, no one, nobody, nothing, never, scarily, hardly и так далее, то хвостик будет положительным. Посмотрите на пример. Вторая ловушка. Если в первой части разделительного вопроса в качестве подлежащего выступают слова these, those, everyone, everybody и так далее, то в хвостике будет использоваться местоимение they. Примеры вам помогут. И как же ответить на разделительные вопросы? На разделительные вопросы обычно даются краткие, утвердительные или отрицательные ответы. То есть вы соглашаетесь или не соглашаетесь с утверждением, которое стоит в первой части. В ответах на разделительные вопросы, у которых первая часть утвердительная, часто используются выражения that's right, that's so, quite so, quite right. И, конечно же, разберем, как правильно задать этот вопрос с точки зрения интонации. Повествовательные предложения в первой части вопроса всегда произносятся с понижающейся интонацией. Если говорящий задает разделительный вопрос с целью получить подтверждение или опровержение, то есть вопрос действительно является вопросом, то вторая часть вопроса будет иметь повышающую интонацию. Если вопрос имеет риторический характер, то во второй части интонация будет понижаться. Напоминая, что разделительные вопросы очень часто употребляются в разговорной речи, поэтому их нужно уметь задавать. Ну и, конечно, нужно попрактиковаться. Треб***. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Надеюсь, вам было полезно это видео. До встречи в следующих видео! Субтитры сделал DimaTorzok И рассмотрите еще несколько примеров. Спасибо за просмотр!